А зачем нужно чистить зубки? Чтобы они не болели, не пришёл кариес. Этот день в детском саду номер 30 начался с проверки зубов. Налёты кариес с помощью стоматологического сканера обнаружили примерно у половины воспитанников старшей группы. Это значит, что дети или неправильно чистят зубы, или делают это недостаточно интенсивно. Лизочка, чуть-чуть не дочищаешь, не дочищаешь. Специалисты провели в нескольких группах мастер-классы и рассказали малышам, как правильно очищать полость рта. Например, избавиться от остатков пищи можно с помощью приёма солнышка. Круговыми движениями щётки нужно чистить жевательные поверхности зубов. Запоминай, солнышко, как мы с тобой рисовали. Раз, два, три, четыре, пять. Первый зуб у малыша появляется в 5-6 месяцев, и за ним сразу нужен уход. Именно родители должны привить ребёнку навыки гигиены, иначе даже молочные зубы быстро выйдут из строя. Кариес у нас начинается выявляться с момента прорезывания первого зуба. Мы выявляем в полтора года, в год, бывает, степень активности кариеса очень высокая, поражённость практически прорезавшихся передних зубов. Есть мнение, что до смены молочных зубов на постоянные ребёнку не требуется стоматолог. На самом деле, своевременная консультация специалиста поможет решить возможные проблемы с речью. На правильный прикус, в том числе, влияют тактильные привычки. Некоторые сосут палец, эта привычка очень действует на нижнюю челюсть и тормозит её развитие. Бывает, детки очень часто закусывают нижнюю губу. В детских садах Хабаровска детей учат беречь зубы с молоду, тщательно пережёвывать пищу и не спешить во время еды. Как мыть руки перед едой, что нужно делать, как полоскать ротик водой чистой. Но когда детки постарше, им уже, в принципе, мы даём основы, что такое зубы, из чего они состоят, для чего эти зубки нам нужны, и как правильно за ними ухаживать. Такие уроки здоровья пройдут в Хабаровске с 8 по 12 февраля. Узнать, приедут ли в ваш детский сад специалисты, можно у воспитателя. Наталья Чернышова и Андрей Терёхин. Смотри Хабаровск.